Привет-привет! И сегодня я тебе расскажу о 10 книгах Стивена Кинга, которые я советую прочитать абсолютно каждому, потому что это те книги, которые оставили меня в полном восторге. И да, никто никому не должен, но просто это действительно очень стоящие произведения, которые я хочу посоветовать прочитать всем-всем-всем, без исключения. Я распределила свои любимые книги от авторов топ-10. На самом деле это было сложно сделать, какую книгу поставить на последнее место, какую на первое. Но я все-таки с этим справилась и начну с 10-го места, с той книги, которая знатно мне потрепала нервишки, когда я ее читала, хотя с виду по ней так и не скажешь, потому что посмотрите, какая она тоненькая, какая она малышечка. И это книга-девочка, которая любила Тома Гордона. Название у нее такое, что когда я начинала ее читать, я, во-первых, ничего не знала в сюжете, не читала аннотацию, просто слышала хорошие отзывы на эту книгу, поэтому ее прочитала. И название, я не понимала, почему она так называется, сейчас вам расскажу. Начну с того, что это книга о 9-летней девочке Трише, которая заблудилась в лесу. Представляете, маленький ребенок теряется в лесу. На самом деле, эта книга меня, наверное, больше всего напугала своей реалистичностью, то, что я понимаю, что действительно есть такие ситуации, когда люди теряются в лесу еще где-то, и как это страшно, очень часто теряются как раз-таки дети, и это на самом деле так жутко, это меня пробирало до мурашек, и то, как это описывалось от леса Триши, как описывались ее переживания, какие-то кошмары, там, в лесу ночью, естественно, вообще там глаз выкали, очень темно, и как это вообще, как составляется маленький ребенок, как она там кушает, как она пьет, как она пытается найти дорогу, как она встречает там и зверей каких-то лесных, но это на самом деле очень-очень жутко было. И начинается все с того, что наша Триша со своей мамой и братом, они гуляют где-то в парке или просто в лесу по тропиночкам, и Триша понимает, что она хочет уйти в туалет, она решает не предупреждать об этом маму, брата, они там заговорились о чем-то, и она сама отходит, и там как бы тропинки, ходят люди постоянно, естественно, Триша, маленькая девочка, она стесняется, и она думает, что сейчас я иду чуть подальше, и потом вернусь, вот она уходит дальше, дальше, чтобы уже все, люди ее точно не увидели, делает свои дела, и понимает, хоп, что все, она не слышит ни звуки никакие, ни голоса людей, и она понимает, что она не помнит дороги, она не видит дорогу, она идет, пытается найти ее выход, но тем самым она заходит все глубже и глубже в лес. Вот так вот начинается сюжет этой книги, и да, она такая вот маленькая, ее можно прочитать за вечер, но мне, наверное, получилось сделать за два вечера, потому что за день вечера я не осилила из-за того, что я правда переживала за нашу Тришу, я правда переживала за нее, как будто вот читала историю, не знаю, про какого-то близкого человека, вот не знаю, почему я так к ней привязалась. И кто же такой Том Гордон? А Том Гордон — это известный баскетболист, и он является кумиром Триши, и как раз мысли о кумире не дают нашей девочке пасть духом. Вот такая вот история. С одной стороны, кажется, что вроде бы и простенькая, но Стивен Кинг прекрасно описывает психологию детей, я это уже поняла спустя много-много книг, и в этой книге у него это классно получилось прописать, как бы без исключения, так сказать. А на девятом месте у меня расположилась книга «Как писать книги Стивена Кинга». На самом деле, ну и вот все эти книги, они являются моими любимыми, мне очень сложно было их распределить по местам, но все-таки я эту книгу поместила на вот это место — «Как писать книги». Эта книга, конечно, особенно будет интересна тем, кто планирует сам писать книги. Ну, например, я планирую в будущем это делать, не прямо сейчас, но советы здесь были действительно очень классные. Стивен Кинг писал о том, что он абсолютно каждый день, не важно праздники, не праздники, не важно там, что происходит на улице, не важно, болеет он или нет, он абсолютно каждый день пишет. И не важно, может быть, у них получается, или у него нет вдохновения, он все равно пишет, 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 и вот так это вошло в его привычку, что порой у него даже без вдохновения получаются очень классные сцены в книгах. Это такая вот его привычка, которая оказалась очень полезной для него, и я даже как бы себе плюсик из этого поставила. Ну и плюс Стивен Кинг просто прекрасно пишет о себе, здесь его автобиография, и как он пишет о себе, это потрясающе, это с юмором, здесь рассказывает свою историю, как он вообще начал писать книги. То есть эта книга еще понравится тем, кто уже прочитал достаточно много книг Стивена Кинга, и вот пора приступить к этой книжке, чтобы понять больше этого автора, понять его душу, немножко в нее проникнуть, понять его детство, как он вообще начал писать книги, как появились такие вот легендарные культовые произведения. Это было безумно интересно, я осталась под огромнейшим впечатлением от этой книги как раз таки из-за этого. И еще классно себе Стивен Кинг писал сборники рассказов «Ночная смена», я его часто показывала в своем канале, но я решила не включать его в это видео, показать здесь именно полноценные книги без сборников рассказов, но там вот он, не знаю, страница 30-40 посвятил тому, что он тоже писал о себе, о том, как писал эту книгу, о как он придумал эти рассказы, и вот он так классно пишет реально о себе, именно с юмором, с позитивом, что улыбка появляется на лице однозначно. Ребят, а сейчас хочу вам рассказать о том, чем сама пользуюсь каждый день. Это дебетовая карта Тинькофф Black. Я пользуюсь Тинькофф уже больше года, и могу сказать, что это лучший банк для меня, и меня более чем устраивает все. Самый главный плюс — это, конечно же, то, что с каждой покупки я получаю кэшбэк, и получаю я его рублями прямо на свой счет. Например, вот мои кэшбэки сейчас, и, как видите, у меня идеально 5% на книге. Ох, поэтому в этом месяце я купила очень много книг, ждите книжные покупки. Но это получилось очень и очень выгодно благодаря этому кэшбэку. А также переводы через систему быстрых платежей в другие банки без комиссии, снятие наличных без комиссии в банкоматах даже других банков. Поэтому, если ищете классную карту, то эту я точно могу посоветовать. Но ссылку на оформление этой карты я, конечно же, оставила в описании под этим видео. Ну а следующая книга, о которой я расскажу, — это «Сияние», которая встала у меня на 8-м месте. Да, это одна из таких самых культовых книг Стивена Кинга, которую очень-очень многие любят. Я думаю, что у многих она будет стоять на первом месте, но всё-таки я выделила другие книги, которые мне понравились больше, чем «Сияние». Здесь у нас действие крутится вокруг шикарного огромного отеля «Аверлук». И как бы случается так, что этот отель стоит там на вершине горы вроде бы, и его зимой засыпают снегом. И получается так, что из этого отеля вообще невозможно выйти. То есть там всё блокируется, двери, окна, и всё, из него никак не выйти. Поэтому хозяин этого отеля ищет тех людей, которые будут жить в этом отеле зимой, можно сказать, не выходя из него. И вот находится такой человек, наш главный герой, это писатель Чек, и он приезжает со своей семьёй в этот отель. Он там пишет книгу, и они как бы ещё с семьёй следят за поддержанием отеля по норме, да. То есть они отапливают, там смотрят за всякой сантехникой, чтобы всё было хорошо. В общем, вот такие вот у них обязанности. И они там живут. Но этот отель непростой, он в себе таит очень и очень много тайн. Я бы даже сказала очень-очень жутких тайн, что действительно становится не по себе от того, что описывается в этой книге. А как здесь всё описывалось? И я ещё, знаете, обожаю, какие Стивен Кинг делает концовки. Я так называю, что в конце Стивен Кинг устраивает просто полнейшую мясорубку. Что мы просто сидим вот с таким вот лицом, просто перелистываем страницы и думаем, что же там будет дальше. Ну, потому что Стивен Кинг заворачивает концовки так, что да. Только так и остаётся делать. Я порой вообще не понимаю, что происходит. И только под конец книги я такая, что серьёзно? Серьёзно? Вот так вот всё закончилось? Если вы любите историю, а именно альтернативную историю, если вы задумывались о том, что а вдруг вот так вот случилось, то как бы пошли дальше наши события, да, в стране, в мире, то я очень могу вам посоветовать прочитать книгу 11.22.63. Ещё, конечно, если вы любите путешествия во времени, то тоже вам 100% понравится эта история. Мне она понравилась как раз таки из-за того, что я любительница путешествия во времени. И в этой книге Стивен Кинг это описал потрясающе. Чтобы понимали, туда же будут отсылки к оно. Но ведь главный герой из этой книги попадёт в Дерри как раз таки в тот момент, когда в Дерри происходят страшные события. Вот это для меня было удивительно. Но это так классно, когда вот у автора есть вселенная, и он своих героев бывает, погружает в какие-то вот другие книжки, да, ну как бы в одной вселенной. И вот герой там в один город, где мы уже читали книжку, например, с Дерри. И вот он там этого героя туда отправляет, и он встречается каким-то героем из ОНО. Это было вау, я прям пищала от восторга, потому что в этот момент уже прошло достаточно много времени с прочтением ОНО. Я соскучилась по этой истории, тут увидела такую отсылку даже ради неё, хотя он тут, ну, не знаю, занимает по 10 страниц. Я тоже советую прочитать эту книгу, если вы читали ОНО, конечно же. И ох, эта любовь Стивен Кинг как маленьким городкам. Дерри маленький городок, здесь у нас главный герой тоже. Джейк живёт в маленьком городке, и он является школьным учителем. И вот нашему учителю попадается такой шанс прийти к этому временному порталу и отправиться в разные города, в разные года. Шестое место. Итак, осторожно, сейчас, возможно, камеру засветят фары машины, потому что я вам покажу книгу Кристина Стивена Кинга. Видите? Эти фары, эти зловещие фары. Не знаю, я вот, кстати, да, Кинга собираю вот в этом вот издании Король на все времена. Также у меня есть пару книг из-за «Нетёмная башня». И также, конечно, я начала сейчас собирать издание «Книжная полка». Потрясающее, красивое. Но в этом издании так классно. Мы запросили эту машину, Кристину, эту нас в Плимут Фурия. Да-да, я запомнила на всю жизнь марку этой машины, хотя я в них не разбираюсь. Но благодаря этой книге, знаете, что у меня было? А у меня было такое, что у меня появился страх машин. Вот я не знаю, как такое произошло. Бояться машин, скажете вы, это так странно. Но из-за этой книги действительно кажется что-то странное, что-то неладное. И что машина, правда, может ожить. Как сделала это Кристина в этой книге? А точнее, в Кристину вселился сам дьявол. И Кристина такая машина, что наставит само правило своему хозяину. Кому его возить на машине, кому не возить на машине. И вообще, как к ней нужно относиться. Нравится ей хозяин, не нравится. Она там делает ужасные вещи, если ей что-то не нравится. Вот такая вот у нас Кристина. И ещё здесь классно показана школьная атмосфера. Потому что главный герой в этой книге Артур. Да? Артур же? А нет, Арни. Арни, наш главный герой, так его зовут. И у нас выпускник, он учится в школе. И это его как бы первая машина. Они едут со своим другом выбирать машину. И тут Арни видит машину Кристина, которая вообще ведро на колёсах. Это полнейшая развалюха. Но Арни влюбляется в эту машину. Никто не понимает, как такое происходит. Это просто хлам на колёсах. Но Арни не может без этой машины. И он её покупает. И там начинает её чинить. Что-то там с ней делать. И нам потом показывается, почему Арни так влюбился в Кристину. Потому что его глазами эта машина выглядела красиво. Она выглядела как новая. И вот почему так происходит. Чего хочет добиться Кристина. И как вообще Арни будет дальше с этим справляться. Здесь это показано. Плюс в этой книге показан школьный буллинг, недопонимание с родителями. То есть какие-то такие семейные проблемы и разборки. И Стивен Кинг это тоже классно показывает. И вот в этой книге это было показано так же сильно. Ну и дошли мы. Конечно, да, к книге, которая не могла не выйти в этом топе. Согласитесь, да, это культовая произведения Стивена Кинга. Это культовые фильмы по книге Стивена Кинга. Думаю, что вы понимаете, какой историей сейчас идёт речь. И это оно, Стивена Кинга. Да, я не поставила эту книгу на более, так сказать, высокое место. Хотя я могу сказать, что все книги в этом видео, в этом топе, они для меня примерно на одном уровне. Особенно в моём сердечке, конечно. Но всё-таки, если прям так рассматривать, то другие книги во время прочтения меня зацепили больше. Но оно, это потрясающая история, это потрясающее погружение в дождливые идеи, от которого я была в восторге. Это прекрасные прописанные персонажи, которым ты так сильно привязываешься. Из-за того, что книга объёмная, естественно, то ты их, ну, просто вот насквозь уже видишь. Они становятся тебе как родные. Да и тот же самый город Эри, тут так прописан. Буквально каждая улочка, каждый домик, я, конечно, преувеличиваю. Но Стивена Кинга здесь всё подробно прописывает, что уже никаких вопросов не остаётся. И вот город у тебя полностью в голове, картинка возникает идеально. И это мне понравилось. Сейчас было такое вот полное погружение, полное ощущение истории, полное ощущение того, что ты сам находишься в этой истории вместе с этими персонажами. И, конечно, когда появляется Оно, ты пугаешься с персонажами вместе, потому что писано здесь всё очень и очень правдоподобно. Правда. Было жутко. Но, как я говорю о истории Оно, что эта книга в первую очередь не о страшном клоуне Пеннивазе. Как можно подумать, это с экранизацией. Если вы её смотрели, а не читали книгу. Книга всё-таки больше о другом. Эта книга больше направлена как раз-таки на взросление и на преодоление своих страхов. Это вот самое главное в этой книге. Ну и также Оно — это не просто клоун. Это вообще вся грязь, вся сущность. Вот эта плохая сущность города Дерри, которая скапливается в канализациях. И раз там сколько-то лет это всё выливается в образе. То есть главный образ — это у нас клоун. Но так это выливается в страхи людей и в страхи, в первую очередь, детей. Потому что взрослые этого не видят. Это, то есть ужас, видят дети. А это существо питается как раз-таки страхами детей. Мне очень понравилось, как в книге было показано взросление. Как в этой книге было показано детство и уже зрелость героев. То здесь у нас как шли главы, не как в фильме, да, первая часть полностью про детство. Во второй части у нас уже взрослые персонажи и как бы их проблемы. Нет, здесь у нас такая вот череда. Одна глава — это детство, другая глава — это взрослые персонажи. И вот так вот мы из главы в голову перескакиваем. Из-за этого получается большее погружение в сюжет. И как-то больше мы понимаем героев, их действия, поступки. И это действительно было и очень-очень здорово. И да, если вы боитесь объёма, оно, я могу с милостью вам сказать, что не бойтесь этого. Потому что книга читается легко. И, конечно, да, в конце снова Стивен Кинг устраивает такое, что не по себе становится. Я думаю, что кто читал эту книгу, тот понимает, о чём я говорю. Особенно про этот момент, который всех, абсолютно всех, поверг шок. В том числе и меня я такого не ожидала. Но у меня слишком большая любовь к этой книге, к тому, что было до этого момента, что я опускаю для себя этот момент. И если Стивен Кинг решил так, то пусть, пусть оно будет так. Четвёртое место, мы всё ближе с вами продвигаемся к топ-3. А на четвёртое место я, конечно же, разместила книгу «Нужные вещи». Не могла её не показать. И это та книга, которая прям очень сильно меня впечатлила Стивена Кинга. Позволь на него, что после прочтения этой книги я отходила, наверное, неделю. Может, даже полторы недели. Тут уже такая была концовочка, ребят. Ну и сюжет. Слушайте, я думаю, что вас заинтересует, если вы ещё не знали об этой книге. Здесь у нас магазинчик под названием «Нужные вещи». И хозяин этого магазина, знаете кто? И продавцом этого магазина является сам дьявол. И он в своём магазине продаёт всё то, что обязательно заинтересует покупателя. То есть он там вообще такие вещи продаёт. Он как бы знает, что хотят люди, и он продаёт именно это. Например, там заходит маленький мальчик и видит карточку с его любимым баскетболистом, с подписью его. И там даже написано имя этого мальчика. Он вообще в шоке, не верит. Ну, сейчас он думает, что это какой-то другой мальчик. Просто ему повезло. Так карточки его же имя. Он, конечно, дрожащими руками берёт эту карточку, подходит на кассу, говорит, «Пожалуйста, продайте мне, сколько это стоит». На что наш дьявол отвечает, что «А нисколько?» Ну, точнее, деньги я не возьму с тебя. Тебе нужно выполнить будет одну маленькую просьбу. Такую, как бы, даже не сказать просьбу, а маленькую шалость. И всё, герой выполняет, и так к дьяволу приходят ещё, ещё, ещё люди. И вот мы смотрим, как эти маленькие шалости, маленькие невинности приводят к чему-то очень-очень страшному. И что вообще дьявол задумал-то? Зачем он всё это проворачивает? Если у вас после прочтения этой книги появится страх социофобии, то, как бы, у вас не одних он появился. У меня тоже, да, первое время я прям как-то это... Отходила от этой книги, как я сказала, долго, и мне было страшновато. И у нас с вами, ребят, топ-3. И самое интересное, что в топ-3 у меня вошли такие вот небольшие истории, но, наверное, за то, что они такие небольшие. Я с ними провела вроде бы мало времени, но за это количество страниц я столько эмоций испытала, поэтому, наверное, эти книги вот и являются одними из моих самых-самых любимых. И первая книга — это Долора Склэйбор. Да, посмотрите, какая она просто малюсенькая. Очень маленькая, тоненькая книжка. И изначально сюжет меня здесь даже не сильно цеплял. Я помню, что я взяла её на марафон 3х3, когда я снимала мысль с вами его ещё очень-очень давно. И я вообще от неё ничего не ожидала. Я даже вроде бы в это видео говорила. А в итоге эта книга меня повергла в шок от того, как здесь всё описано. В этой книге самое классное, что здесь описывается — это психология убийцы. Если мы понимаем мотив убийцы, почему убийца это совершил, к чему это вот всё привело, да, какие события стояли за вот тем происшествием, которое в итоге стало. И вот мы, как такие детективы, узнаём эту историю постепенно. И самое страшное, что ты понимаешь её поступок и как бы оправдываешь её поступок. Это правда было жутко, но история этой женщины, её судьба, её отношения с детьми — это меня покорило, поэтому книга вызвала вот такие вот эмоции. И я не ожидала такого, что в итоге произошло здесь. Второе место, и, конечно-конечно, это книга «Мизери». Кто на моём канале донат, мне кажется, знает, что эту книгу я 100% покажу в этом видео. И вот она, да-да, «Мизери». Обожаю эту книгу. Это одна из моих самых первых книг Стивена Кинга. И вот после того, как я её прочитала, я поняла, что так, да, Стивен Кинг пишет жесть. Но мне эта жесть нравится. «Мизери». Что это такое? Книга рассказывает о писателе Поликс. Заметили, что Стивен Кинг любит писать о писателе? Ну, видимо, он сам писатель, да, и хочет писать о таких же людей. Вот у нас писатель Пол, но он попадает в страшную аварию, в ужасную аварию. И его находит его фанатка по имени Энни. Он лежал без сознания, и вот он просыпается от ужасной боли. У него там все конечности болят, у него там ноги переломаны. И перед его глазами стоит женщина, говорит, что вот, Пол, я ваша фанатка. Там сейчас такие заносы, там снегопад, метель. Не могу ни до кого дозвониться и доволиться, мы с вами никак не доедем. Мой дом был рядом, поэтому вы пока поживете у меня. Вы не против? Конечно, Пол счастлив, что его нашли, потому что на улице, правда, была метель, как раз таки, за которым попал в аварию. И он понимает, что все, он спасен сейчас, там он полежит у нашей Энни, да, Эннички, хочу сказать. А потом уже они поедут в больницу. Но не тут-то было, потому что Энни у нас оказывается ненормальной, неадекватной фанаткой. Её причина, почему она удерживает Пола, как вы думаете, какая? Нет, не потому что, не знаю, она в него влюблена и так далее. Ей не понравилась концовка одного из романов, как раз таки, который называется Мизери. И из-за этого она заставляет Пола переписать концовку этого романа. Хотя он там вышел в пише и так далее, но Энни говорит, что нет, я ничего не знаю, ты будешь переписывать этот роман. И пока ты не допишешь так, как мне понравится, то ты отсюда не выйдешь. И Пол сначала сопротивляется, он такой, думает, что это какая-то шутка, что это вообще за бред такой. Естественно, я ничего переписывать не буду. И Энни показывает, что не так-то просто. И Энни там, значит, давайте ему, а Беспол, например, чтобы понимали, да, я говорила, уже у него кости все переломаны. И если Пола её не слушает, то всё, она его просто унижает, принижает так, как ей хочется. И это было так жутко, это было так страшно. И вот я после этой книги поняла, что в книгах Стимена Кинга самые страшные звери, это не собаки, не там монстры какие-то, выдуманные существа, а это люди. И на что вообще люди способны, особенно люди, да, у которых с психикой не всё в порядке, как на самом деле это страшно. И вот Пол как раз таки выпадает к такому вот не здоровому человеку, и тут показывается, чем это вообще может обернуться. Это прям жутко, правда, было очень страшно. И концовка здесь была такая, что мне просто сердце билось как бешено, ненормально, я думала, оно мне выскочит из груди. Но книга мне очень-очень понравилась, конечно, те эмоции, которые она испытывает, но это вау. И знаете, вот момент, она прям вот была аж противна, прям аж как будто свои ноги, руки болели от того, что здесь описывалось. Но если вы прочитаете, то поймёте почему, и ни у одной меня так было, поверьте мне. Поэтому, да, если вы хотите пощекотать себе нервишки, потрепать их, то вот эта книга идеальный вариант, идеальный кандидат на это. Ну и мы дошли с вами до первого места, предыстория. Мне кажется, эта книга определенно заслуженно стоит на этом месте, потому что для меня это одна из самых сильных книг Стивена Кинга. Это та книга, над которой я пролила, мне кажется, просто литр слёз. У меня последние странички этой книги вот такие вот волнистые, потому что я рыдала, я не могла остановиться. Я также этой книге отходила, наверное, неделю-две, потому что я не могла поверить в то, что там произошло. Вот эта вот несправедливость у людей, я просто вот я не могла, я не могла, я просто терзала себя этими мыслями. И в общем, что же это за книга такая? А эта книга, конечно, Зелёная миля Стивен Кинг. У меня вот, я даже не шучу, у меня правда сейчас мурашки по коже идут, когда я показываю эту книгу, потому что у меня всё, у меня нахлынует воспоминания. И на самом деле, эта книга, да, она находится на первом месте, но мне о мнении очень сложно говорить, прям очень сильно, потому что я вспоминаю, что здесь происходило. Я сразу вспоминаю концовку, которая сразу же стоит у меня в голове. Я ещё потом, да, умничка посмотрела сразу же после книги фильм, который ещё больше меня погрузил во всё это. Вот эти, у меня до сих пор мурашки по коже идут, ну это, это просто, это, ну что-то невероятное. Поэтому я постараюсь вам вкратце рассказать, чтобы понимать, читать им или не читать. Но мне кажется, это правда та история, которую нужно прочитать вот абсолютно всем. Абсолютно всем нужно с ней познакомиться, потому что здесь нету чего-то там, какого-то, не знаю, там, как в последней сцене оно, да, я, например, приведу. Или там чего-то запутанного, нет. Эта книга, она и о жизни тоже, и мистики здесь тоже чуть-чуть есть. Но больше она именно о человечности скорее. Действие происходит в тюрьме под названием «Зелёная миля». Это тюрьма, куда отправляют преступников, совершившие страшные убийства, насилие, там, ещё что-то. В общем, очень страшные какие-то вещи, которые караются смертной казнью. А смертная казнью здесь проходит очень-очень страшно, жутко. Это проходит всё на электрическом столе. История, что начинается на дороге смерти и уходит в глубины самых чудовищных тайн человеческой души. Вот правда. Посижу в конце видео с топочкой книг прекрасных. И да, тут книги бывают и жуткие, и страшные, которые вызывают ужас, и даже слёзы. Но всё равно эти книги я очень люблю за то, что они вызвали у меня вот такие вот эмоции. И когда читаю Стивена Кинга, я понимаю, что всё, я приготовилась, приготовилась испытывать весь спектр эмоций. Потому что не часто книги вызывают весь спектр эмоций, а вот Стивен Кинг с этим идеально справляется. Мне кажется, у Стивена Кинга есть книги, и вообще для абсолютно разных людей, и каждый найдёт книгу, которая его заинтересует. Поэтому надеюсь, что и у меня получилось вас заинтересовать какой-либо историей из этого видео. Вы её прочитаете и останетесь в исторге. На этом было всё, я вас всех люблю-люблю-люблю, и пока-пока-пока!